Всем добрый день, меня зовут Саня Реча, компания FreshForex. Начинаем наш бинар по амзуму рынка. Проверим качество связи, если меня слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Благодарю за обратную связь. Начинаем мы, по традиции, скандаря событий. Сегодня новостей не ожидаются интересных. В целом, если так говорить, то у нас неделя это еще интересная. Особенно 4-5, когда у нас будут новости по инфляции в Америке, потом данные по запасам сырой нефть в Америке. Ну и плюс еще в пятницу начинается сезон кооперативных отчетов в США также. Поэтому неделя такая, с одной стороны, и скучная. В первой половине недели, понедельник, вторник, среда. И затем уже четвертая пятница. Такие более интересные дни. Сейчас мы включим наш трансляцию экрана, посмотрим на графики. Начать бы мне хотелось с нефти. Вчера мы говорили, что картинка такая запутанная. Вроде как и коррекция, вроде и не коррекция. Толпа продает, что она правильно, что ли, стоит или ошиблась. В принципе, и толпа, она ошибается в 80 случаях из 100. Поэтому сейчас опять те же самые 80 случаев, как были на прошлой неделе. У нас, значит, сегодня новости рано были интересные по рынку нефти. Там ураганы. Ураган один в Мексиканском зале. Мы тут обсуждали эту тему тоже в начале сентября, что в сентябре ураганы в Америке. Ну и там ураган прошел. Он такой был небольшой. Хотя все ждали, что большой будет. Но сначала цены выросли, потом цены немножко упали. И вроде все забыли. И вроде все. Сентябрь завершился. Ураганов больше нет. И сейчас опять ждут, что сегодня-завтра будет ураган. Причем он уже принес некоторые повреждения ряду нефтяников в Мексиканском заливе. И те нефтяники, которые еще не получили убытков из-за действий урагана, они срочно эвакуируют рабочих сегодня. Ну и, в общем, там такая небольшая паника. То есть никто не ждал. И тут на себе случилось. Такой вот природный форс-мажор. Останавливают производство. Причем там очень сильно так остановлено производство. Там на 300 платформ муровых остановлено производство. Всего там работает 800, там 60. Ну и, в общем, это очень большая величина. Ну и, соответственно, сегодня-завтра, там, послезавтра у нас с рынка уйдет определенное количество баррелей нефти. То есть на рынке будет нефти немножко не хватать. Поэтому для котировок это всегда сигнал вверх. И в сентябре тоже, когда были разговоры, что будут ураганы, цены росли. Но тогда ураганы были слабенькие. Теперь ураганы помощнее. И, соответственно, для котировок это плюс. Поэтому мы сейчас видим 1x в тренде. 1,53 на часовках, на четырех часовках пока сильного тренда нет. В дневках есть тренд на недельках, тренд очень сильный. И здесь вот по RCI мы, если преодолеем максимум прошлой недели, 86,59, то у нас будет дивергент. Дивергенция на графике. И как раз вот, может быть, после этой дивергенции мы уже пойдем к средней границе. По Боллинджеру она 81,15. Поэтому здесь, получается, судя по всему, мы идем делать эту самую дивергенцию. То есть мы идем опубликовать максимум 3 октября. Это 86,59. Получается 86,60. Это цель у нефти. Где нефть купить? Лариса, спасибо за вопрос. На мой взгляд, можно купить цену предыдущего часа. Это отметка 84,01. То есть 84,01 покупка. Чуть ниже, чем текущий уровень. На 86,60 закрываемся. И после этого наблюдаем. Наблюдаем, что там дальше может быть. Поэтому по нефти. Хороший сегодня сигнал. Поскольку никаких новостей сегодня больше нет. По валютам сегодня все спокойно. Таких каких-то важных событий сейчас не происходит. Рынки облигаций стоят на одном примерно уровне. После длительного перерыва вчера в Америке выходной был. Поэтому сегодня лучше торговать нефть. Где есть и технический тренд вверх. На недельном графике, на дневном, на часовом. И новостной тоже тренд. Вот такой сигнал по нефти. Что еще сегодня интересно. Все, что связано с нефтью, сегодня может хорошо подрасти. Это вот доллар американский, доллар канадский. И здесь поскольку канадец завязан на нефть, то для канадца это хорошо. И поскольку канадец в этой паре стоит вторым, а доллар первым на эту пара значит снижается. Поэтому здесь мы можем увидеть, откроем трехчасовой график. И вот здесь мы можем увидеть нижнюю Воллинжеру 28.63. Округлим ее чуть повыше на 28.90. Потому что она растет и скорее всего она и будет 28.90 через пару часов. А сейчас отметка 1.2960. Поэтому здесь продажа на текущем уровне 29.60. И 1.2890 здесь покупка. То есть на третьей позиции. Что у нас еще с нефтью связано? С нефтью связано российский рубль, который вот так потихонечку вчера обновил максимум. В прошлой неделе вот начал держаться. Здесь российский рубль, цель на конец месяца я беру с запасом конец месяца. Может быть мы это раньше увидим. не там 29 октября, а допустим там 20-го, 15-го. Я просто ориентируюсь так. С запасом это 64.78 вниз. То есть от текущих уровней 66.30 на 1.5 рубля. Потом что у нас еще в большей степени интересно. Это Газпромнефть на покупку. Здесь поскольку нефть растет. Это очень хорошо. Здесь очень хороший тренд. И здесь верхняя по Боллинджеру. Она у нас. Вот она у нас стоит. Верхняя по Боллинджеру почти 400. 339.84. Сейчас котировка 394.10. То есть мы и вчера говорили о том, что надо покупать. И на прошлой неделе говорили надо покупать. И здесь тренд очень сильный. У меня у самого тоже есть этот инструмент. Я его на корректах тоже добираю. Здесь ждем сегодня-завтра вот этой цели 399.84. Можно ли покупать сейчас? Да, вполне. Тренд очень сильный и мощный. 394.60 покупка и 5 рублей вверх. Потом сам Газпром тоже интересен. Потому что растут цены на нефть, растут цены на газ. Впереди зима. Уже, грубо говоря, через месяц холода будут. Такие вот прям существенные. И газ от Газпрома он зимой всегда в цене. Что там в России, что в странах СНГ, что в Европе. Поэтому здесь тоже сильный тренд вверх. И статировка 174.30. 177.50 здесь цель на сегодня-завтра по данному инструменту. Также у нас Сбербанк немножко подрастает. Мы говорили вчера, что это коррекция до третьего по ФИБО. Вот у нас был третий уровень. Мы даже не дошли. 181.27. И говорили также, что мы пойдем вверх в течение там одного-двух месяцев. Либо на 225.00. Либо на 240.00. Вот. Поэтому мы в частях подросли. Здесь сегодня тоже рост. Поэтому кому интересно купить до конца года. Поддержать. Если есть возможность, то можно увидеть 225.00. Возможно даже 240.00. Вот сейчас коррекция завершилась. Начинается рост. Здесь сразу прям резко мы вряд ли пройдем. Прямо что за неделю мы туда сходим на 225.00. Я так беру с запасом до конца года. Может быть раньше увидим. Тут все зависит еще от того, как в Америке там ситуация будет. Если более-менее спокойно. Сейчас вот эти выборы там пройдут. Значит, эти выборы под Россией будут. И тогда уже в ноябре мы вполне увидим 225.00. Если сейчас опять-таки какая-то шумиха поднимется. на том, что Россия будет вводить санкции там очередные. И то тогда уже это мы увидим попозже. Мы увидим не в начале ноября, а где-нибудь как раз к Новому году. Поэтому здесь есть такая вот ситуация, что может она затянуться по времени. Но пока вроде все забыли про Россию. Тут сейчас Китай в Америке. Тут вроде как враг. Причем на прошлой неделе выступал помощник Трампа, госсекретарь Помпео. Который сказал, что в Китае вмешиваются выборы больше, чем Россия. И даже Россия вообще там детские шалости. А вот прям в Китае сейчас вмешивается выбор из-за того, что вот торговые пошлины. Там они обижены. Обиженных воры возят. Они тут пакости делают. В Фейсбуке сообщения пишут. То есть у них вмешательство выбора. Это значит, что написать в Фейсбуке там допустим Обама чмо. Это вы вмешались в выбор. По сути дела бред, потому что у нас полстраны занимается тем, что сидят в контактах и пишут Обама чмо. Но вот получается, что или там Трамп чмо. Но это вмешательство люди просто от безделья сидят в этих соцсетях. Там картинки смотрят, пишут надписи. И американцы актуют как вмешательство выбора. Ну вот такими темпами Китай и Россия вмешиваются в американский выбор. И Китай больше. То есть они переключают внимание своих зрителей, избирателей, что вроде как Россия там по ее санкциями наказали, она успокаиваться начинает. А вот Китай, он еще такой зверенепуганный. Надо бы ее вот так пугнуть. Ну в принципе самая вода на руку. Чем медленнее, тем быстрее мы идем к этим целям по времени. Чем больше, тем медленнее идем к этим целям. Поэтому здесь такая вот тенденция. Поэтому здесь тоже покупки интересны. Что касается евро-доллара. Вячеслав, спасибо за вопрос. По евро-доллару картинка такая сегодня флетовая. И пока вот грубо говоря текущий уровень и плюс-минус. Здесь пока вот интересного на сегодня нет. По фунту я тоже думаю картинка флетовая. Мы вчера говорили, дойдем до 31.10. Дошли сегодня утром до 31.05. Пять пунктов не дошли. Я думаю мы дойдем до этих самых 31.10. Но пойдем ли мы выше. Тоже пока вопрос. Тут как бы флет получается. И в паре доллар-японская иена здесь тоже получается флет. Техника показывает флет. Новости показывают флет. Так, у вас газпромное видео. Сейчас вот у нас на видео доллар-иена или газпром. Напишите, пожалуйста, в чат. Если я правильно вижу, здесь вот так вам транслируют экран. График должен быть доллар. Что касается S&P. По S&P. Мы вчера говорили, что S&P стреляет доллар, газпром. Сейчас должен быть S&P. Просто когда я экран переключаю, то трансляция запаздывает на секунду-две. Поэтому возможно у вас был газпром. Сейчас вот я вижу S&P 500. То есть просто у меня тоже вот здесь вот как бы непосредственно экран. Просто когда я с графика на график перебегаю, там на секунду на полторы-две будет трансляция, когда транслируешь экран. По S&P здесь основная тема – это пятница отчеты. В пятницу подорожает. Поэтому когда покупать, вопрос. Покупать можно и сейчас, и ждать до конца недели. Можно в четверг и ждать закрытия пятницы. Как лучше сделать, я не знаю. Можно и так, и так. С одной стороны, можно купить сейчас. Если начнет расти раньше пятницы, то мы купим ниже, продадим выше, заработаем больше. С другой стороны, может сейчас еще упасть немножко. И тогда в четверг мы купим ниже, заработаем больше. Как тут поступить? Я вот в этих случаях поступаю всегда частями. Можно купить сейчас и можно купить в четверг. Вот сейчас, например, мне 885 купили. Какой будет уровень четверг? Если он будет ниже – купили. Будет выше – купили. В пятницу – подождать закрытия. Так, в целом, если вот S&P смотреть, то краткосрочная сейчас S&P не так интересна. Краткосрочная позиция – один-два дня. Потому что самая основная суть по S&P – завтра мы вечером, в среду, сина часов поговорим об этом поподробнее. Как можно вот на этом всем заработать, на этих отчетах. Завтра такой вебинар проведет. То есть у нас отчеты только начинаются в пятницу, а они закончатся в середине ноября. Самый такой пиковый период будет конец октября. И вот как раз именно к концу октября, и плюс еще выборы, там, подвыборы, разгонят рынок вверх. Поэтому здесь интереснее купить и подождать до конца месяца будет. Можно будет получить намного более высокую прибыль, чем ловить вот эти вот маленькие там микроколебания, там, один-два-пять пунктов. Сейчас в пять только-только начинаются первые отчеты. Потом с каждым днем их будет больше, больше и больше, и S&P разгонится вверх. Поэтому здесь S&P лучше наступиться на конец месяца на 3 тысячи. Сейчас 281, таким образом, на 115 пунктов вверх. Таким образом, это 4%. Минус все комиссии, там, свопы. И с тем же самым небольшим третьим плечом, консервативным. Я не говорю, там, о плечах, там, 50, 100, 200, 1000. Я всегда так ставлюсь. Более, брать ман, такие небольшие плечи. Потому что большие плечи – это губительно. Небольшие плечи – это в самый раз. И вот с таким небольшим плечом можно за 3 недели получить 12%. Хороший результат. Многие 12% за год не получают. Потому что теряют деньги. А тут можно за 3 недели 12 получить. Я бы ориентировался на это. Потому что сейчас S&P может постоять, может немножко упасть, немножко вырасти, немножко постоять. Он разгоняться будет после 15 октября. Там пойдут отчеты за отчетом. В течение дня там по 30 отчетов, по 40 будет. И S&P будет разгоняться на этом деле. Поэтому вот такой у меня мини поиск S&P. Так, до конца недели, Евгений, я думаю, да, где-то вот… Ну, 2 дня у нас, грубо говоря, сегодня-завтра. В течение этих трех дней, я думаю, мы будем делать 86,60 по нефти. 86,59 максимум мы будем его обновлять. После этого лучше все закрыть и подождать. Так, в целом, что я вот думаю. Я думаю, что мы до 4 ноября увидим 90. Я сейчас… Я раньше думал, что мы где-то 82 увидим до 4 ноября, до санкций. Потом санкции в отношении рано вступят в силу и нефть уйдет на 90. Теперь картинка поменялась. Теперь получается, мы 90 увидим до санкций. Потом на санкциях будет коррекция и вроде как парадокс. Парадокс для тех людей, которые пришли на рынок там вчера, допустим, они посмотрят, скажут, ну как же так. На начале полгода санкций, что они вступят там, все будет плохо, нефть вырастет, санкции вступят, нефть упала. Типа все эти ваши новости не работают и вы там неудачники там и так далее и тому подобное. А сейчас получается, что сейчас на вот этих ожиданиях санкций нефть покупают, она разгоняется вверх. И мы 82 прошли и закрепились, и все здесь очень здорово. Поэтому мы сейчас идем на 90, там круглый уровень, вступая в силу санкций и начинают срабатывать известные правила, покупая на слухах, продавая на фартах. Поэтому вот получается, что 90 мы увидим до 4 ноября. Что будет потом? Потом, я думаю, мы будем стоять где-то 80-90 в месяц, наверное, весь ноябрь. Потом в декабре будут новые данные, что добыча Менесуэля упала, что там ранее тоже все не очень. Ран будет обещать там пролив перекрыть, будет с аудитом, ну и так далее. Ну и где-то, наверное, с декабря, с января будет раскручиваться опять на 90 и на 100 стрельнет вполне реально, что да, можем увидеть. Где-то 95-100 мы потом пойдем. Вот после того, как мы дадим 90, потом падаем на 80, в течение месяца мы стоим 90-80, и потом уже от 80 мы идем на 95-100 в следующем году. Вот такой у меня сценарий. Посмотрим, верно это будет или нет. Тут ждать осталось месяца до 4 ноября. Пока вот так вот. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар. Так, вот еще вопрос. Евгений, спасибо за вопрос. Вы знаете, я не знаю, почему они так прогнозируют. Вот они заявили о том, что у саудитов, значит, добыча нефти 5 долларов, у России она к 30-му году будет там 20-30, и вроде как Россия не сможет продавать нефть при таких затратах. И отчасти это правильное рассуждение, потому что действительно сейчас у России есть месторождение, где добыча, себестоимость добычи, как в сутках, 5 долларов, есть 7 долларов, есть 10, то есть очень низкие. И они будут истощены в ближайшие 2-3 года. Они уже некоторые истощены в этом году, вот уже прямо в октябре закрыли. И да, действительно, отчасти это вера. Потом начнутся разрабатываться трудноизвлекаемые запасы. Это Бажановская свита. Если как интересно, в интернете много информации, можно почитать. Бажановская свита – это Сибирь, это трудноизвлекаемые запасы. Они находятся очень глубоко. Там нужно вкачивать в землю специальную жидкость, которая делает трещины. То есть почва трескается, и из этих трещин струей выходит такой залп нефти, такие фонтаны, в общем. Потом их надо все это дело собрать, в общем, пробурить там метров на 200, на 300 скважину. Ну, в общем, это затратное дело. И некоторые российские нефтяники говорят, что это все там может выйти в 50 долларов за баррель. Ну, опять же, допустим, 30-й год, у нас существует инфляция, если брать текущие цены на нефть, опять же, инфляция там в долларах, она за 12 лет будет, там если по 2%, еще там 30%, то в текущем 85-30% это те же самые 120 долларов за баррель. Ну, допустим, пускай 100 долларов за баррель будет, 50 себестоимость, но все равно половина останется. Налоги заплатите там, но еще и тому подобное, зарплаты, пенсии. Ну, в общем, там 10 долларов будут ваши, нефтяников, но для них это тоже хорошо. И они все равно ничего делать больше не умеют, кроме их добывать нефть. Разве не откажутся от добычи нефти? Нет. Просто саудиты немножко палку перегнули. Возможно, они специально так сказали, чтобы пробыть в центре внимания. То все Трамп да Трамп, Твиттер Трамп, а тут раз вроде и Короля Саудовского процитировали. Получится просто, по факту, сейчас российские нефтяники зарабатывают больше, а в 30-м году будут зарабатывать раза в 3 меньше. Именно вот эти вот владельцы. Но разве они от этого уйдут? Вряд ли. Качай, не виды, качай дальше. Конечно, вроде как, ну, хочется большего. Но, с другой стороны, они сейчас тоже жируют неплохо. Поэтому, в общем, саудиты палочку перегнули. Если Иран, как в Ире, не буду повторять слово нехорошее, Иран, он не обязательно должен там перекрывать пролив. Он просто может там поставить пару кораблей и сказать, что вот вроде мы готовимся. И уже этого будет достаточно. Цель дальше взлетели. А рынки пугливые. Вот как сказали, что будут санкции в отношении России против банков. Так сразу вроде все испугались и банки стали продавать. Сказали, что санкции год в сентябре. Что в сентябре Россия рухнет. Некоторые там эксперты, экономисты. Причем вот я заметил с украинскими фамилиями, заканчиваясь на ООН, АА. Не, они против украинцев. Там наш, ваш, мне это не интересно. Я просто заметил, что вот очень много людей там на радио, в газетах писали с фамилией на ООН. АА, они все кричали, что смерть России в сентябре. Мы сейчас видим 9 октября. Мы вроде же вздомы. И самое интересное, никаких санкций нет. И их не будет завтра. И сказать, что вообще возможно там даже в ноябре их не примут. И обсуждение этого в ноябре еще будет. И в общем. Но что мы увидели? Мы увидели, что все сначала упало, теперь все растет. То же самое с Ираном. Иран поставит пару кораблей. А там корабли прямо рядом. И только немножко нужно вперед продвинуть. Они там постоянно тусуются в этом проливе. Потому что это территория Ирана. Половину. Ну и все. Они выйдут. Пару кораблей скажут. Все. Вот мы готовимся. Ну и рынок взлетит на пару долларов. Поэтому. Если они их перекроют, то нефть будет не 100, а 120. Если они не перекроют, нефть к 100 дойдет и больше не пойдет. Поэтому. Мы сейчас говорим о том, что она выше 100 не пойдет. Мы говорим о том, что все будет так. Плюс-минус. Более-менее спокойно. Но к этим уровням она может подрасти. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар. Всем еще раз спасибо за внимание. Завтра в среду, 10 октября, два вебинара проведем. Обзор рынка. И также в 17 часов поговорим о том, как заработать на американских отчетах. Помимо S&P мы можем покупать еще отдельно акции. Apple, Amazon и так далее. И на них тоже можно получить доход. Причем даже выше. Потому что индекс это такая средняя температура по больницам. Мы подсчитали, что мы процентов 12 получим в 3 недели. Но по некоторым акциям можно получить не 12, а в 2 раза больше. Или в 3 даже раза больше. Поэтому мы завтра поговорим о том, какие интересные будут инструменты в это время и на чем можно заработать даже больше индекса.